Доброе утро! Согласитесь, нередко пациенты покупают в аптеке и затем принимают лекарства, находясь в плену распространенных мифов и заблуждений. А подобная неосмотрительность в отношении многих медикаментов может привести к плачевным результатам. И вот совсем недавно в нашей стране был создан сервис, который отчасти может помочь в выборе лекарств. Обо всех подробностях сегодня расспросим нашу гостю, кандидата медицинских наук-доцента, заведующую кафедрой клинической фармакологии и лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета Ирина Романова. Доброе утро! Доброе утро! Ирина, здравствуйте! Мы знаем, что вы один из авторов проекта. Проект называется «Мама фарм». Изначально была информация, что это только для беременных женщин. Или он всем подойдет для того, чтобы проверять, какую-то информацию получать в таблетках. Расскажите о создании проекта. Да, я начну с начала. На самом деле идея создания этого проекта у нас родилась два года назад. И сервис «Мама фарм» – это логичная составляющая большого проекта «Мама про», которым руководит уже больше шести лет Диана Мардас. Она курирует вопросы отцовства, материнства, вопросов беременности, кормления грудью. И на самом деле очень находится в тесном контакте с потребителями этого сервиса «Мама про». И вот в последнее время появились вопросы и заявки от наших мам и пап вопросам по безопасности применения лекарственных препаратов. А с другой стороны, кафедра клинической фармакологии уже достаточно имеет большой опыт проведения фармакоэпидемиологических исследований. И исходя из результатов этих исследований, мы понимаем, что безопасность применения лекарственных препаратов на сегодняшний день очень актуальна. И пациенты на сегодняшний день являются очень активными потребителями лекарственных препаратов на всех этапах. Это и выбор препарата, это изменение дозировки, это коррекция приема препаратов, замена препаратов. И это еще подкрепляется большим списком безрецептурных лекарственных средств, которые у нас есть на фармацевтическом рынке. То есть еще проблема заключается в том, что не всегда пациенты понимают и разбираются в вопросах о своем здоровье. И поэтому иногда некорректный выбор каких-то средств для коррекции нежелательных симптомов или проявления симптомов с заболеванием может быть правильным, и он может привести к плачевным результатам. И особенно актуально это у беременных женщин, у женщин в период кормления грудью, у детей, там, где действительно ошибка и цена этой ошибки очень велика. И поэтому мы объединили свои усилия, то есть разработчики проекта «Мама.Про», это кафедра клинической фармакологии и кафедра организации здравоохранения с профессором Сачек Мариной Михайловной, также идейный вдохновитель этого проекта «Мама.Фарм». Мы со своей стороны отвечаем за научное наполнение этого проекта «Мама.Фарм», ну а IT-команда проекта «Мама.Про», они нам, безусловно, помогают делать этот сервис очень качественным и очень доступным и понятным для наших потребителей. Если очень коротко и очень просто, то это специальный сайт, на котором можно получить достоверную информацию о том или ином лекарственном средстве, можно ли его применять беременным женщинам и кормящим женщинам, ну или бы детям. То есть это будет достоверная информация. Да, абсолютно верно. Информацию, которую мы размещаем, мы за нее отвечаем. Эта информация, она основана на инструкции по применению лекарственного препарата, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь. И действительно, врачи-специалисты знают, где эта инструкция расположена, а вот потребители нашей фармацевтической продукции, лекарственных препаратов, наши люди, они, к сожалению, не знают, где эта утвержденная инструкция расположена и пользуются доступными источниками, которые могут быть не всегда достоверными. И поэтому вся та информация, которая расположена на нашем сайте, мы ее проверяем в несколько этапов и, соответственно, за нее отвечаем. А все лекарственные средства, продаваемые на территории Республики Беларусь, есть системы или нет? На сегодняшний день мы планируем, что до конца этого года все препараты, которые зарегистрированы в государственном реестре, и не только лекарственные препараты, но и биологические активные добавки, потребление которых на сегодняшний день... Тоже могут вызвать определенные нюансы. Да, да, да. И их потребление на сегодняшний день тоже растет. До конца года они будут в нашем сервисе. А косметические средства, например, которые можно купить в аптеке, можно найти на сайте? Нет, пока об этом мы не планируем и не думаем про косметические средства, медицинских изделий, медицинского назначения, пока не включены в наш реестр. Пока мы работаем только над лекарственными препаратами и над биологически активными добавками. То есть как это работает? Вводишь просто название препарата и находишь информацию о нем на сайте. Мы вот даже уже за кадром обсуждали, ведь зачастую бывает так, что даже сотрудник аптеки может посоветовать что-то, сказать, ой, не берите вот этот препарат, берите вот этот вот, но что важно понимать, он действительно может быть из лучших побуждений это делает, но он же не несет за это никакой ответственности, что он вам посоветовал, а как потом это на вашем здоровье скажется, непонятно. А тут нужно самому обязательно удостовериться, и вся информация именно простым языком изможена, правильно? Совершенно верно. Информацию можно перепроверить. Это прежде всего информация, которая легко проверяемая. Сервис работает достаточно просто, то есть аудитория вводит наименование лекарственного препарата, выбирает форму выпуска лекарственного препарата, это может быть таблетка, суппозитория, либо сироп. И, соответственно, выбирает еще ту категорию, в которой он хочет проверить безопасность применения лекарственных препаратов. Это женщины в период беременности, это женщины в период кормления грудью и дети до 18 лет. Мы выбрали эти категории, потому что это наиболее уязвимые группы населения на сегодняшний день. То есть мы понимаем, что женщина в период беременности, принимая лекарственные препараты, она несет ответственность и за свое здоровье, и за здоровье своего будущего ребенка. Далее в этом сервисе, если мы все сделали правильно, появляется очень удобная инфографика. Она распределена в цветовой гамме. Зеленый цвет – это означает, что лекарственный препарат можно применять у этой категории пациентов безопасно. Желтый цвет – с осторожностью и под контролем врача, а красный цвет – это противопоказано. Кроме того, на сайте у нас на сегодняшний день размещена очень интересная информация. У нас есть такой раздел «База знаний», где мы размещаем публикации, которые интересуют в том числе нашу аудиторию в плане фармакобезопасности. И есть раздел «Важно», где буквально 2-3 предложения, но мы сконцентрировали очень значимую информацию по применению этого лекарственного препарата. Это может касаться хранения лекарственного препарата, какой-то возрастной категории, на что нужно обратить внимание при применении этого препарата. То есть это очень удобно, доступно и быстро не только для пациента. Но я бы еще хотела обратить внимание специалистов, врачей, которые могут здесь получить подтверждение своего выбора. Это достаточно просто, потому что в основном препараты, которые относятся к рецептурной категории, они включены в клинический протокол, врач, безусловно, о них все знает. Но без рецептурных препаратов очень много, и поэтому для врача тоже очень важно быстро найти информацию и получить подтверждение в своем выборе. На сегодняшний день «Мама фарм» – это онлайн-сервис. Планируется ли появление мобильного приложения? И вообще, какие планы на развитие проекта? Да, у нас на самом деле грандиозные проекты. У нас есть два направления, в которых мы на сегодняшний день работаем на перспективу, но не хотелось бы о них говорить. Я еще раз повторюсь, что до конца года мы предложим для наших потребителей все лекарственные препараты, которые у нас в Республике Беларусь зарегистрированы. И ежемесячно мы видим, что более 10 тысяч заходят на наш сайт и пользуются нашей информацией. Это, прежде всего, Республика Беларусь. На втором месте – это Российская Федерация. И, что очень интересно, на третьем месте – Таиланд. Далее идет Казахстан, и дальше идет Узбекистан, Прибалтика и Польша. То есть на сегодняшний день аудитория очень большая. Я хочу сказать, что мобильное приложение у нас уже есть для проекта «Мама про», и в ближайшее время «Мама фарм» внедряется в это мобильное приложение. Я думаю, что аудитория наша только расширится. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Рассказали о таком удобном и важном сервисе, особенно в то время, когда любое лекарственное средство, это практически огромное количество, их продается безрецептурно, и контролировать все-таки их употребления нужно крайне внимательно. Напомним, что этим утром у нас в гостях была кандидат медицинских наук доцента и заведующий кафедрой клинической фармакологии лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета Ирина Романова. Хорошего дня. Спасибо.